Скорейка, будем тебе вот этот лосьончик мазать лаком. Да вы, моя жайка, вот так вот голову поднимай. Твою рост волос. Спасибо огромное моим зрителям. Я раньше этот лосьон, это гормональный лосьон, наносила ватным диском. Протирала я хорошенечко луковицы в лос в зоне поражения. Мои зрители мне подсказали, говорят, не надо на ватный диск, потому что очень много лосьона съедается. Лучше на руку и руками хорошенечко это все распределять. И таки, да, я начала просматривать, что на ватном диске остается очень много продукта, экономичный. И, наверное, лучше наносить его, наливать на ладошку и хорошенечко втирать в корни волос. Сейчас будем этим заниматься. Ну, уже у корички такие длинные волосики, красивые, густые. Ой, крошечку. Корич, ты видела какие у тебя уже сзади длинные волосики? А впереди, покажи, еще вот здесь третики длинные. Ну и укрошечку. Скоро у тебя вообще будут длиннющие и длиннющие. Добрейшего чем утра, время ровно 7 утра. Смотрите уже, как светло, как классно. Радуется, когда такое цветло. Открываем в первую очередь блок-ауты. Впускаем в свою жизнь новый счастливый день. Так всегда дело. Красота. Тишина на улице. И покой. Ну, я буду сейчас собирать быстренько деток в садик, в школу. Мышка, ты просто у нас. Мышка, ты как спала, Мышечка? Ты как спала? Ты хорошо спала? Ты, Монечка? Иди на ручки, иди, Монечка. Чего покачать? Мышка, Монечка. Мышка, Монечка. Носики-курна, носики-курна. Мышка, девочка. Мышка. Музыка Лааааааа вы不要 Мишка Мишка Моя чёрт Мишка Мишка Давай я тебе Камилочка Ты будь кушать Пойдём тебе по комнате Мишка Я так рада, что у тебя хорошее настроение. Сегодня она первая проснулась. Где моя девочка маленькая? Сегодня пойдём с тобой записаться на анализы. И очень много дел, да, Зочек? Потом завтра едем утром бенетику. Два звёздочка. Хлорофилл. Давай, Камилочка. Это вкусно. Смотри, как вкусно. С утра даю ей хлорофиллом одну чайную ложку на 100 мл воды. Камилочка, давай. Очищаем организм, да. Потому что скоро нам уже уходить от нейролептиков после МРТ. И будем уже... Ну, Камилочка, ну надо, Зочек. Будем уже на бандах, да, на фральном питании. На всяких таких вкусняшечках. И забудет камень, что такое-то нехорошее нейролептики. Да, вот моя радость. Давай, Зочек. Хлорофилл очень полезный для деток. Да, он для всех полезен. Умничка. Смотри, ещё у меня чуть-чуть осталось. Давай. Ой, какая ты молодец. Первые дни я ей давала со шприца, но потом она уже привыкла к этому вкусу. Начала уже потихонечку её так вот давать. Молодец. Смотри, ещё глоточек, и ты умничка. Умница. Камилочка, обманула ещё чуть-чуть. Давай. Молодец. Самостоятельный мальчишка сам оделся. Быстренько собрался. Умничка. Теперь маме надо быстренько собраться. Камилочка пока побудет по полю. Вот попрыгусочка. Молодец ты, умничка. Камилочки, завтрак вот она мышь... Нет, давай вилочкой камень. Перчик и варёные домашние яички. Давай, нет, ложечка. Ой, вилочку берёшь. Давай, палачиночка. На место. Вот сюда, на столик. Бери. Нет, Камилочка, подожди. Вилку. На тебе вилочку. Бери. Молодец. Держи вилку. Нет, надо держать вилочку. Молодец. Держи вилку. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, мы последние, наверное, два с половиной месяца активно обучаем Камилку кушать сама из приборов. С ложками, конечно, у нас что с маленькими, что с столовыми большая проблема. Вот прям, ну никак не идут ложки. Но с вилками мы практически уже победили, да. Но раз с вилкой победили, значит, со временем мы победим с ложкой. Я этому безумно очень рада. Конечно, нам ещё учиться-учиться, но мы уже многому её научили. А вот спасибо огромное моей зрительнице Надюшечке. Ты настолько уже стала родным человечком. Всё просто хочется увидеться с ней вживую. Это человек с добрейшей душой. Человек, который всегда мне помогает, всегда меня поддерживает. И помогает она всегда дельными, правильными советами. Я очень ценю её советы и всегда к ним прослушиваюсь. И более того, я когда снимаю какие-то кусочки видео, занятия или ещё с чем-то, я в первую очередь скидываю ей. Говорю, Надюшечка, расскажи, где, что я делаю неправильно. И она всегда тактично и профессионально мне говорит, как нужно сделать, а как не нужно делать. И также вот с обучением питания она мне дала очень такой отдельный совет. Возможно, он кому-то тоже пригодится. Первое, когда вы обучаете особенного ребёнка кушать с приборами, нужно его обучать только с той едой, которую он очень любит. Ведь это логично и правильно. И второй момент она мне тоже сказала о том, что то, что вы едите руками, не надо этого ребёнка обучать кушать с приборами. Например, перчик. Если вы его едите руками, не надо его обучать кушать этой вилкой. Но так как мы едим вилкой, мы её обучаем кушать вилкой. Если вы не едите этой вилкой, едите руками, значит, её нужно этому тоже обучать. И вот так вот то, что вы едите с приборов, то вы её и обучаете. И тогда будет хороший результат. Может, кому-то это тоже пригодится. Набрала Камилочки респиридона. Респалепт, кому как нравится. Вот такую дозировку 0,5. Беспалепт мы будем пить до апреля. И потом мы будем от тех этих нейролептиков уходить потихонечку. Идём с Камилочкой по делам, да? Ну, я-то хорошенько. В первую очередь нам надо восстановить полюс, который я потеряла. А здесь вот на Советское недалеко. Затем зайти в поликлинику, записаться на анализы, на сдачу анализов. И взять завтра для генетики медицинскую карту Камилки. Изготовление ключей. Здесь вот у нас МФЦ. И где-то... Раньше возле нас прям была эта контора с полюсами. Но сейчас недалеко от нас тоже переехали. Но уже дальше. Ну, это круто, когда два дела сразу в одном районе. Солнышко светит, но на улице холодно. Всё, дали нам временный медицинский полюс. Через две недели, сказали, придёт смс-очка. И можно прийти уже забрать постоянный. Так всё быстренько сделали. Там беременным, инвалидам, значит, пенсионерам вне очереди. И мы с Камилкой влезли вне очереди. Но там настолько были хорошие люди. Вот они нас пропустили. И представляете, Камилка, короче, там девушка зашла с мамой. И она так на них смотрела, улыбалась туда-сюда и разговорились. Она, оказывается, дефектолог именно заниматься такими детками. Я взяла её номер телефончика. Вот. Они живут в уютном, недалеко от нас. Будем с ней созваниваться уже, наверное, я ей в пятницу позвоню. И съездим с каменно-пробное занятие. Вот видите, всё, что не делается, всё делается к лучшему. Здесь у нас парк афганцев. И мы с Камилочкой сейчас идём в детскую поликлинику. А вообще по поводу дефектологов, да, занятий. Мне очень хочется найти такого специалиста, который заинтересован не в деньгах, чтобы растянуть удовольствие получать деньги, а в результате. Вот. Для этого у меня очень важно. Я не хочу вводить ребёнка для галочки. Я хочу вводить для результата. Вот. Поэтому... А для результата мне никаких денег не жалко. Смотрите, какую здесь сделали табличку. Смотрите, думайте, совершая покупки, приходите на сознательное потребление. Вон, сигареты, батарейки, различный пластик, пакеты. Смотрите, это круто, конечно. Вообще, у нас планета очень сильно засорена. Смотрите, вот мировой океан. Насколько засорён. Ужас. Ужас. Поэтому давайте, ребятки, беречь природу. Беречь себя. Вот мама говорит, раньше в Союзе вот этого всего не было. В стеклянных бутылочках всё продавалось. Крафтовые бумаги всё заворачивалось, да? И, конечно, экология была лучше, чем сейчас. Школа, в которой раньше коришка училась. Ой, мне надо коришки и тетради купить. Видела магазин. Сейчас зайду, коришки и тетрадку куплю. И радость маленькая. Быстренько сделали дела в поликлинике. Вообще сейчас вот в регистратуре работают люди, которые уже очень много лет работают. Уже прям каждого поименно, пофамильно знают. Знаете, они настолько добрые, настолько позитивные, настолько беспроблемные. Это радует очень. Взяла я карточку. Завтра обязательно после обеда завезём. Записали Канимилу на понедельник к педиатру утром, чтобы нас направили на анализы. Вот хорошее настроение, вот мы сейчас делали, когда полюс, там настолько хорошая женщина, очень приятная такая. Прямо с настроения поднимается, общение с приятными, позитивными людьми. Вот я заметила одно, что когда я жила в негативе, мир казался чёрным. Вот я грубила людям, да, ну и мне такой же ответ был. А вот сейчас, когда я начала жить по-другому, столько позитива от людей, и это очень-очень радует. В улице холодно, ветер, мы идём уже домой. Не-не-не, в лифт смотрите. Пешком, конечно, всё никак. Капризы сразу, сразу капризы. Пойдём. Нет. Нет. Давай, поднимайся. Поднимайся. Всё, пошли. Пошли, я тебе вкусный супчик дам. Покушаешь, пойдём. Камила. Пошли. Пошли, деда, дома, пошли. Да у нас там. Нет. Пойдём пешком. Пойдём пешком. Не хочешь подниматься? Ну, на лифте, конечно, легко. Давай, давай, поднимайся. Поднимайся. Так, не работает. Работает, работает. Везяйте на лифте. Это я её учу просто пешком подниматься. Пошли. Нет. Надо. Надо это всё преодолевать. Девчонки, так они пишите, пожалуйста, что зачем? Для неё это такой стресс, этот подъём. Для неё всё стресс. Если вот говорить, что это стресс, то стресс и не делать, то её ничего не обучишь. Я вам уже говорила, что для меня очень важно обучить её бытовым навыкам. Поэтому идём. Деда, ты у него не занимай деньги. Я 6 рублей занял, теперь мне на сигареты ещё 50 рублей надо. Ты у него не занимай, видишь, он с процентами забирает. Так, а я тут процентами. Ладно. Смотри, ещё одна пришла за процентами. Ещё одна процентами захотела. Молочка, а ты после не был ясен рублей по 3 тысячи за рубль? Нет, у вас процентные ставки очень высокие. Я уже забил. Я больше у тебя не буду 6 рублей, так 50 рублей. Занял 6 рублей. Руничка, твой любимый дарсонвальчик, держи. Сейчас будем дарсонвалить твои луковички волос. Каренки уже такие длинные волосики. Умница, красавица. Так, засекай время. Давай я тебе сзади... Надо хорошенечко прям так... Корни в луковички, чтобы это всё попадало, а не просто гладить. Это хорошенечко, чтобы росли у моей ватрушечке волосы. Там в коридоре Кирюха с дедушкой спорят по поводу процентных ставок. Сколько дедушка его должен... А ты мне займёшь рубль по тарифу тысячу за рубль? Ничего себе вы, спекулянты. Ужас. Да что у вас за коммерческий такой банк с такими процентами высокими, ватрунечка. Мам, так ты купишь у меня рубль? Займу, займу у тебя рубль. Под какому тарифу? Не знаю. Лиля. 0,1%. Так не честно. Почему? А Кирилл, а что за 6 рублей, 100 рублей дает? Так и ты так сможешь? Так давай 10 рублей попить. Так ты вон иди с кем-нибудь проводи такие операции. Кирилл, видишь, как развел деда? Что деда аж не понял? А я молодая, тебя, видишь, поняла. Раскусила, ватрунечка. Мам, у тебя нужно 10 рублей? Давай. Хорошо, деда, 10 рублей 50. А у тебя вот здесь уже, маша-ла, такие волосы хорошие, ватрунечка. Две минутки перерыва. Камилка скачет. Греет. Сходила за Кирюхой в садик. Замерзла, холодно на улице. А перед этим мы еще сходили с Дашкой, соседкой, в школу. В общем, мы Камилку перепрописали в эту квартиру. Теперь они у нас все дети прописаны здесь. Будем оформлять льготы. Спасибо огромное моим зрителям, которые действительно дают дельные советы. Мне вот по поводу, или как многодетная мы можем оформить льготы на коммуналке, или как ребенок инвалид. Мне правильно одна моя зрительница сказала, подумайте, да, но вы многодетные будете не всегда, так как у вас ребенок вырастет, да, там через определенное время. А как бы лучше, наверное, оформить как ребенок инвалид. Спасибо вам, Акромиша, да, Аллах вам здоровья. Вот я люблю вот такие вот советы конкретно и с описанием, скажем так, да. И вот я действительно здесь задумалась, вообще думала идти оформлять как многодетная. В общем, будем оформлять льготу. Пошли в садик, так как, ой, в садик, господи, в школу, так как она должна быть зарегистрирована в школе. И пошли в ту школу по району, где уходит Каринка моя. К директору, вы знаете, Карина ходит в шестнадцатую школу. Насколько у нас хороший директор. Вообще, ну так, да, моя лялечка, моя девочка, моя, моя. Насколько она хороший человек, насколько она добрый человек. Я к ней пришла, говорю, вот такая-то, такая-то проблема, ребенок особенный. Такая-то программа, семейное обучение, но нам надо быть зачисленными в школе. Мы были там прописаны, ребенок перепрописан уже здесь. Она говорит, вообще не проблема, говорит, когда вам удобно, тогда и приходите, представляете, настолько она добрый человек, что она говорит, а вам вот в десять в этот-то день удобно? Вот она, наоборот, да я у нее должна спрашивать, когда ей удобно. А она вот у меня спрашивает, ну она понимает, что я такой красивой девочкой, да, красотка. И она говорит, вот когда вам удобно? Я говорю, ну вот можно как бы в понедельник в десять. А в субботу как бы день открытых дверей. И, ну, первоклассников, она говорит, я говорю, что у меня пойдет сыночек в эту школу. Она говорит, вот приходите, давайте в субботу этот вопрос сразу решим, чтобы вы, говорит, два раза не ходили. Вы представляете, это вообще она настолько простой человек, что когда вот я Карину тоже переводила, какая она хорошая. Она вот просто действительно душевный, добрый человек. Да, Аллах, ей просто здоровье, долгих лет жизни. Вот бывают директора такие, знаете, скажем так, из себя не пойми чего строят. А она действительно очень хороший человечек. За что ей огромнейшее-огромнейшее спасибо. Она говорит, конечно, конечно, мы, говорит, ребенка никогда такого не обидим. Все сделаем, все как надо, все как положено. Потом с Дашкой пошли, она малой купила колготки, раскрутила меня на конфетки. Благо я купила конфетки полезные. А так она меня крутила купить арахис в шоколаде. Растепопа называется. Где ты там? Вот ты. Потом пошли за Кирюхой, потом они покатались с ее молодой на качелях, и я, короче, замерзла. Сейчас вот здесь греюсь. Где моя девочка? Моя девочка моя. Ты мамина? Ты мамина? Ты такая красивая. Вечерний кофе. Обычно в такое время кофе не пью, но что-то засыпаю. И буду сейчас кушать вот такие конфетки, очень вкусные, полезные. Конфетки, мюсли. Сейчас и канилочки дам. Сейчас дам и тебе, моя крошка. Взять и тебе. Дам тебе можно такие конфетки. Я ей сейчас сделала чай с медом домашним. Короче, папуля меня вытащила на улицу. В колотун сарай. Сидела я себе, кофеечек попивала, грелась. Я ему заказала в подарок кроссовки на Валберес. Говорю, пойди померь. Посмотри, куда идут тебе, не куда идут. Собери, если куда идут, не подойдут. Он говорит, да не, я не хочу один идти, пошла с вами. Ну, придется. Идти, а что делать? Пришлось, точнее, не придется. В общем, мы идем сейчас с ним кроссовочки ему мерить. Короче, забыли его маски. Будем сейчас вот так вот заходить. Такие вот кроссовки рыбок. Это новая коллекция весна-лето.